Слава Иисусу Христу! Мне 74 года и 42 года я служу в миссии «Свет на Востоке», и поэтому, если я начну сейчас рассказывать про служение, то займет очень много времени. Родился я в Сибири, я приехал с супругой, она родилась на Урале, я родился в немецком селе в Сибири, Сереброполь называется сейчас, в наше время называлось Зильберфельд, это еще в царское время была немецкая колония, я в этой немецкой колонии родился. Вырос в Казахстане и в Киргизии, в Киргизии мы с Эльвирой познакомились, там Эльвира уверовала, там я уверовала, там мы поженились, уехали в Литву, в Литве мы были в так называемой подпольной церкви, нерегистрированной церкви, был благовестником, мне предложили уехать, подать заявление, мы хотели уехать, много раз подавали заявление, это было еще при Брежневе, большинства из вас вообще еще на свете не было, предложили нам подать заявление, нас выпустят, так мы в 1982 году оказались в Германии, наша миссия «Свет на Востоке» нашла меня в лагере, пригласила организовывать работу для Советского Союза. Вот этим я занимался до 2016 года, приблизительно 2016 года, потом я мое служение передал, я последние годы был миссионц-инспектор, никогда не был директором, хотя меня все украинцы называют директором, ну все, везде, на всяких конференциях, церквах, все, кто меня представляет, извините, что поправляю, Сергей, ну это просто, чтобы у людей не отложилось, я не директор, я до последнего времени был миссионц-инспектор, до того, как вышел на пенсию, я организовывал миссионерское служение, ну и издательское дело, сейчас я составляю журнал «Вера и жизнь» и координирую нашу издательскую деятельность, мы издаем литературу на 35 языках, и журнал «Вера и жизнь» на 7 языках, и журнал «Тропинка» на 9 языках, моя жена главный корректор всей русской литературы, мы с женой придумали в 89-м году «Тропинку», она в 90-м году вышла, у нас шестеро детей, 15 внуков, это слава Богу, да. Ну вот так, немножко о себе, да. Однажды я имел такие большие проблемы, действительно, серьезные проблемы, это было много лет назад, довольно много лет, я думаю, около 20 лет назад, и это была моя первая бессонная ночь. Я лежал и ломал себе голову, а как будет в Киргизии, как будет в Болгарии, как будет в Румынии, а в Литве вообще, а как там, как там, ломал себе голову, ну, над всякими разными проектами, и все, сильно волновался, большие проблемы были. И вот в 4 часа последний раз посмотрел на часы и уснул. И вижу во сне, попадаю в такое оранжевое, ни окон, ни стен, ничего, в присутствии такое, свет такой оранжевый, переливается, красивый такой, и я знаю, что я в присутствии Бога. И я слышу, извините, и слышу голос, Бог говорит ко мне, Вальдемар, ну, что ты волнуешься? Я дал тебе право проповедовать Евангелие. И я проснулся. И успокоился. Я поделюсь с вами сегодня тем, что лежит у меня на сердце. Я поделюсь с вами самым главным, самым сокровенным и самым дорогим. Я поделюсь с вами Евангелием. Нет в этом мире ничего опаснее религии. Нет ничего опаснее религии. Она в разных формах пролезает везде. Везде. И проявляется в таких ужасных формах, о которых даже говорить неприятно. Начиная от Каина и кончая современными разными религиозными системами. Самыми приятными, самыми удобными. Тебе нужно вот только вот это. Тебе нужно самую приятную, скажу. Покайся, и будешь спасен. Прими крещение, станешь членом церкви, и будешь спасен. Мы споем песню, радостную песнь, воспойте в небесах, и все, и все. И все. Ты спасенный человек. Это самая такая приятная, наша привычная, нам религиозная система. Она с Евангелием ничего общего не имеет. Если человек думает, что таким образом он становится христианином, мы его, спасибо большое, мы его обманываем, мы не рассказываем ему Евангелие. Апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования Евангелия Христова, потому что в нем есть сила ко спасению всякому верующему. Вот этим Евангелием я хочу с вами поделиться. У нашей миссии есть девиз. В 1920 году наша миссия была основана. Девиз звучит так. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши ради Иисуса. И первый пункт. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Апостол Павел был очень образованным человеком. Он думал на иврите, разговаривал на арамейском, а писал на греческом. И вот то, что он писал на греческом, притом он диктовал, а за него писали, он плохо умел писать, одно послание он написал своими руками, в котором он пишет, видите, сколько я вам написал большими буквами. И это послание он написал против чего? Против религии. Против религии он написал послание своим собственной рукой. У него горело сердце. Люди, которые уверовали в Иисуса Христа, вдруг становятся религиозными людьми. Это как чума болотная. Это ужас. Она лезет везде. Это душевное. Итак, первый пункт. Что сделал Бог для нас? Мы знаем все. Вот спроси, что такое Евангелие? Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Правильно? Правильно или нет? Правильно. Сам Иисус Христос сформулировал. Иисус Христос пришел в этот мир, потому что Бог отдал Его нам с тем, чтобы мы были верующими людьми. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Бог отдал Сына Своего Единородного. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям согрешения их. Обратите внимание. Не вменяя людям согрешения их. У Бога нет больше проблемы с грехом. С твоим грехом у Него больше проблемы нет. Он все твои грехи, которые ты делал, делаешь и будешь делать, возложил на Иисуса Христа. Он примирил с Собою мир, весь мир от Адама и до последнего, который родится и умрет. Весь мир примирен с Богом, с жертвой Иисуса Христа. Послание к евреям, 10 главе, Иисус Христос через Духом Святым говорит. Он входит в мир и говорит, «Тело ты приготовил мне, все сожжения жертвы неугодны тебе, и тело ты приготовил мне». И дальше читаем Евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это Евангелие. Это Евангелие. Иисус Христос один раз, навсегда сделал верующих совершенными. Все, концы в воду. Нет больше ни одного человека, который может сказать, «Я пойду в ад, потому что я грешник». Он пойдет в ад только потому, что он не принял Иисуса Христа. А за грех ни один человек не умрет, ни один человек не погибнет. Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям согрешения их. Больше того, Бог сделал это для мира. Больше того, повторю то, что апостол Павел говорит, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог, который сказал и стал свет, этот Бог коснулся сердец наших, моего лично сердца, чтобы я понял, кто такой Иисус Христос. Это Бог мое сердце открыл для себя. Это Он просветил меня и показал, слушай, Иисус Христос умер на кресте за все твои грехи. Прими Его и будешь моим чадом. Выбор за мной. И в раю, и в аду будут только добровольцы, говорит Сперджин. Только добровольцы. Все, кто принял Иисуса Христа, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Мы дети Божьи все, кто принял Иисуса Христа. Мы имеем Иисуса Христа. Мы родились от Бога. И мы спасены не потому, что мы хорошие или плохие, а потому, что мы дети Божьи. Мы члены Его семьи. Мы дети одного Бога. Он наш Отец. Он приготовил нам царство. Не переживайте, малое стадо, я приготовил вам царство, говорит Иисус Христос. Бог через него. То есть, Он коснулся нашего сердца. Этот пример подтвержу священным писанием. Апостол Павел проповедует в первом городе в Европе, в Филиппах. До сих пор он в Азии был. Пришел в Филипп и там, как по обычаю, идет в синагогу. Синагоги нет. Оказывается, узнает там, на площади проповедует, беседует. Синагоги в городе нет. То есть, нет десяти верующих мужчин, евреев. Нужен миньян, чтобы совершать публичные богослужения, совместные молитвы. И женщины собираются у реки. Это он узнал. Пошел туда с этими еврейскими женщинами и богобоязненными женщинами. Богобоязненные женщины – это язычницы, которые уверовали в Бога, но геюр еще не совершили. То есть, не перешли в иудаизм. В Бога верят, соблюдают заповеди, молятся и так далее. Соблюдают кашрут и собираются вместе наподобие синагоги. Молитвенный дом называется в русском переводе место для молитвы. И вот апостол Павел пришел туда, два мужика, масса женщин, типичное для баптистов явление. И вот он проповедует им Слово Божие и читаем Деяния апостола. Там была Лидия, торговавшая баграницей, челночница в наше время, 90-е годы называли. И вот эта женщина, слушая Слово Божие, которое проповедует, Павел вдруг заметила, что Бог коснулся ее сердца. Бог отверз ей сердце. Цитата. Бог отверз ей сердце. И она уверовала. Она уверовала. Послание филиппийцам. Знаете адрес Филиппы, дом Лидии, торговцы баграницы. Там церковь собиралась. Это любимая церковь апостола Павла. Началась она с женщины, которой Бог отверз сердце. Человек может уверовать только тогда, когда все то, что Бог сделал для нашего спасения, Он открывает наше сердце и говорит, это для тебя, для тебя лично. Тот самый Бог, который создал свет, Он просвещает наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Я помню, когда до меня это дошло. Лежу, извините, лежу пьяный в общежитии, вот так, кто знает, понимает, потолок так кружится, тошно меня, и все, а я доверовец, у меня отец пресс-фитер и проповедник, а мне все это на немецком языке, я не в зуб ногой, и мне это все скучно, и все такое, но неважно. В любом случае, я лежу в общежитии пьяный, только что сабантуй кончился, это у нас в Средней Азии так назывались, партии сейчас называются, которые я всегда организовал, и вот лежу пьяный и думаю, нет, я так жить не хочу. Ош, Киргизия, я работаю электриком, преддипломная практика, производственная практика, преддипломная практика, комбольно-суконный комбинат, 10 тысяч ткачих и 5 тысяч слесарей из Орехово-Зуево и отовсюду там съехали, из Комсомольска молодежная стройка называется Содом и Гамора. Представляете, 10 тысяч девчат и 5 тысяч молодых парней там, где живут Киргизы и Узбеки, Содом и Гамора. И мне это было вот так. Мне эта жизнь была вот так. Я лежу, молюсь и говорю, вы уже бы один сдали, не? Вы должны понять, что я сейчас скажу. Я маленький мальчик, сердце мое чистое, никто в нем не должен жить, кроме Иисуса Христа. Я других молитв не знал. И я пьяный дыл, да молюсь этой молитвой Богу, и Он открыл мне, и Он открыл мне себя. Это Бог, который сказал и стал свет. Он просвещает наши сердца. Я все сделал для твоего спасения, и Я открыл тебе сердце. Это Евангелие. Но я не сразу покаялся, должен сказать. Не сразу покаялся. Родители у меня святые, собрания святые, все такие правильные, все такие хорошие, все такие белые и пушистые. А я ужас один. Нет, я в жизнь, я в жизнь не смогу так жить. Я так думал. Я в жизнь не смогу так жить, как мои родители. Я не смогу так жить. Я свое пальто по запаху находил. Я с седьмого класса курил. Я в 20 лет покаялся. Вот пальто по запаху находил. Я был старостой группы, и мне нужно было наблюдать за своим языком, чтобы не разговаривать на, скажем, на восточнославянском диалекте, чтобы не матом разговаривать. Мне нужно было следить, чтобы не выскакивали матерные слова, иногда выскакивали. Я думал, я никогда не смогу, я никогда не смогу. И я тянул, тянул, тянул резину. Я не знал, если я знал, мне нужно принять Иисуса Христа, мне нужно принять решение, мне нужно что-то с этим откровением, которое Бог мне дал сделать. Мне что-то нужно сделать. Если не сейчас, то когда? Я не верил, что я могу сам себя спасти, что я не смогу, вернее, жить так, как надо. Вот этого я боялся. У нас гости были из Португалии, я не один такой, я знаю, гости из Португалии были, ну, приблизительно неделю. Пацан, брат сестры и двое детей, и мальчик 15 лет. Молится, хороший, нормальный пацан за столом, кто хочет помолиться? Он говорит, я хочу помолиться, да. Я спрашиваю, ты уже крещение принял? Он говорит, нет, я еще не покаявшийся. Я говорю, а что? Он говорит, я еще не готов. Я его обнял и говорю, слушай, ты думаешь, покаешься, а потом не будет получаться жизнь? Он говорит, да. Я его понимаю. Я его понимаю. И я понимаю тех из вас, которые, может быть, покаялись, а сейчас смотрят вот внутрь себя, а там Содом и Гамур. И в отчаянии, и в отчаянии у меня для вас есть Евангелие. У меня для вас есть Евангелие. где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Православные переводчики, сделавшие замечательный синодальный перевод, они здесь добавили, как от Господня Духа. как Господним Духом. Господним Духом. Это второй мой пункт. Господь рождает нас, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся причастниками Божьего естества, говорит апостол Петр. Я не придумал. Мы становимся причастниками Божьего естества. Наш Дух рождается заново, Дух Божий соединяется с нашим Духом. И рожденная от Бога, рожденная от Бога, говорит апостол Ян, любимый ученик Иисуса Христа, не грешит, не грешит, и лукавый не прикасается к нему. И апостол Павел говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Так просто открывается ларчик нашего освящения. Отождествляете себя с новым человеком и с этой позиции силы, с позиции святости, с позиции рожденного свыше человека, чада Божьего, соединенного с самим Богом, его могуществом, его силой и его благодатью, действующей в нас могущественно. Все цитаты. Мы изменяемся в его образ. Не так, как барон Мюнхгаузен себя из болота вытаскивал. Читали? Читали, да? Ехал на лошади через лес, это для молодых, которые не знают, кто такой барон Мюнхгаузен, есть на севере Германии такой замок, барон Мюнхгаузен, реальный такой был рыцарь. Едет он однажды через лес, брехун такой был, едет однажды через лес, попал в болото и вместе с лошадью стал тонуть. И знаете, говорит он, я взял себя за волосы и вытащил вместе с лошадью из болота. Это религия. Это то, что предлагает религия. Вытаскивать себя за волосы из болота. Ни у одного человека в мире этого еще не получилось. Апостол Павел говорит, нет праведного, нет ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Апостол Павел, когда он стал апостолом, знаете, как он стал апостолом? Ну, кто знает, как он стал апостолом? Когда он стал апостолом? Скажи. А слеп потом увидел, да? Так, он стал христианином. Потом она не его крестила, он уже больше не был слепым. А как он стал апостолом? Есть замечательный, не буду экзамен устраивать, есть замечательный, но замечательный текст послания Галата. Найдите. Послание Галатам замечательный такой текст. Я его страшно люблю. Когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, я уже не стал советоваться с плотью и кровью. Мне уже было, что апостол Яков, что апостол Петр, что какие-то традиции иудейские или еще что-нибудь, я все это почитаю за ссор, чтобы познать его, и силу могущества его и силу воскресения его, чтобы достичь воскресения мертвых. Он, когда узнал, что в нем живет Христос, все, с религией он покончил, с религией он покончил. Конец религии Христос. Христос в нас. Вот то, что он проповедовал, начиная с этого места. Потому что это Евангелие, освящение наше, Христос освящение наше. Мы преображаемся в его образ, когда смотрим что? На себя? На свое сердце? Когда исследуем, какие у меня там грехи, какие у меня склонности, какие у меня привычки, над чем мне нужно работать или еще что-нибудь. Нет! Не так мы читаем. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Взирая на славу Господню. Русская народная мудрость в этом случае очень верно передает эту идею. С кем поведешься, от того и наберешься. С кем мы имеем общение, на того мы становимся похожими. В 2012 году я посетил Киргизию, родину моей молодости, Романовку, нашу церковь, пригласил своего друга студенческих времен, Юра Зерни его зовут, пригласил его с собой на собрание. Ну, думаю, может быть, и все такое. Стою, разговариваю с ним. Он стоит, тоже, ну, побыл на собрании, но там, правда, одни казахи и корейцы, киргизы и корейцы были, в общем, черные головы, кое-где седые, а так, в общем, собрание все уже не русское. Ну, и слава Богу, конечно. Он стоит со мной, разговаривает, и это, ну, вот так делает. Когда я уверовал, женился, стал проповедником в нашей церкви, в Романовке, в деревенской нашей церкви, моя супруга, Эльвира Яковлевна, говорит, Володя, ты почему все время вот так делаешь? Я говорю, не знаю. Она говорит, ну, я тебе буду показывать. Ну, ну, нехорошо, ты стоишь, проповедуешь, и вот так, раз, раз. Юрий Зерни это до сих пор так делает. Он мой хороший друг. Он мой хороший друг. Я был в 2012 году так. Он до сих пор это делает? Эльвира меня от этого отучила. Я о чем говорю? Я его люблю, он мой друг, мы с ним общаемся, он прекрасно, он украинский, прекрасные песни поет, и все, я это очень люблю. И я не задумываясь, ага, я тоже буду делать вот так. Нет же, правда? Нет. Нет, просто через общение с ним я перенял его привычки. Общаясь с Иисусом Христом в молитве со святыми Его, читая Слово Его, молясь, воспевая в сердцах Ему, прославляя, благодаря, исполняя с Духом Его, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, тот становится на Него похожим. Мы не будем, мы не будем вдаваться в религию, не будем пытаться вытаскивать себя за волосы из болота, не будем. Мы знаем Евангелие. Это Дух Его Святой преображает нас в Его образ. Это второй мой пункт. И апостол Павел говорит, брат, цитировал этот текст, апостол Павел говорит, говорит, испытывайте себя. Испытывайте себя. Хорошие вы или нехорошие? Нет. Он говорит, верили вы, первое, разве только вы не то, что должны быть. Что мы должны в себе испытывать? Или не знаете, что Христос в вас? Или не знаете, что Христос в вас? Вот на что он обращает наше внимание. Алло, у вас такой базар там в церкви, извините, у вас там, вот у нас в церкви так, а у нас вот так, и там раз, нет, а если так, тогда я не буду в прославление играть, туда-сюда, вот такой базар там был. Он говорит, извините, проверьте, вы что, вы что, вы разве не знаете, что Христос в вас живет? Что у вас такое происходит? А ну-ка, а ну-ка загляните, что вы там видите? Христос в вас. Христос в вас. Тайна сия велика. Христос в вас. Упование славы. Это второй пункт. Третий пункт. Что он делает через нас? Вот это третий пункт. В этом же втором благословенном послании апостола Павла. Читаем. Но благодарение Богу. Вторая глава с 14 стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом, во Христе. Это Евангелие. Это Евангелие. То, что наша проповедь или наше свидетельство производит в сердцах людей какое-то действие, этот цветок не на нашем навозе вырос. Это Бог. Это Бог. Он все сделал для нашего спасения. Он преображает нас в Иисуса Христа. Он дает нам всегда торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. То есть, мы торжествуем во Христе. Мы не унываем. О, я грешник бедный. Мы не унываем. Мы хвалимся Господом нашим Иисусом Христом. Мы славим Бога. Мы прославляем Бога. Мы называемся и являемся детьми Божьими. Мы являемся детьми Божьими. Мы дети Божьи. Мы стали причастниками Божьего естества. Да, я дитя Божье. Да, я христианин. Да, я христианин. Имеешь жизнь вечную? Да, конечно, имею. Ага. А ты вот вчера там тудым-седым или еще что-нибудь. Ну, у Бога разные дети есть. Я спасен не потому, что я хороший или плохой, а потому, что я Божий. Я Ему принадлежу. Это Евангелие. И это торжество в нас и мир в нас, который превыше всякого ума, этот мир в нас, радость в нас, покой в нас, он делает нас заразными. Он делает нас такими, что люди спрашивают, спрашивают нас, откуда у тебя такой мир? Откуда у тебя покой? У тебя диагноз рак? Уже второй раз. Это моя младшая сестренка. Каждый с кем-нибудь разговариваю, ну, там, приглашаю, там, помолиться, селее помазанием или еще чего-нибудь. Кто-то покаяться хочет и больной, или что-нибудь такое. Я раз, сразу номер телефона моей младшей сестренки. Она два раза раком болела, в очень тяжелой форме и все. Она сияет, она святая. Я знаю, я всем говорю, она святая. Она святая. И мне не страшно любого человека связать с моей сестрой. Она заразная. Да, и сколько людей же приняли крещение, которых она подготовила к крещению. Звонит меня одна татарка. Ну, у нее там всякие проблемы оккультного характера, туда-сюда и все такое. Ну, в общем, поговорили, все, Бог благословил, покаялась. Я ее, цак, соединил с моей сестрой. И она по скайпу, или что там, какой-нибудь такой, гаджет, чего-нибудь такое, она с нею занимается уже несколько лет. У нее есть двоюродная сестра, живет где-то в Сибири, не скажу, в каком городе. У нее тоже всякие разные вещи. Она, эта татарка, своей татарке, которой там живет, мусульманка, где там все, ислам, тудым-сюдым, и все такое. Она хочет покаяться, хочет освободиться, ничего не получается, бесы и все. Она ее связывает, это, которая освободилась, и все в порядке. И слава Богу. В общем, Бог так действует. Это реально так. Возвращаюсь от зубного врача. Немецкий язык. Вурцлбагандлунг. Знаете, что такое? Никто не знает? Молодцы. Слава Богу. Это ужас, что такое. Вурцлбагандлунг. Это ужас. Вот верхний зуб, внизу, там, где корень, самый вурцл, это корень, и там воспаление и гнойное такое. И нужно здесь десну разрезать, и там кусок кости отрезать, и вычистить, и зашить, и все такое. Возвращаюсь. Это ужас. Отпускает меня, это уже, как это называется там, да, возвращаюсь на машине домой. Еду там, из одной части города, через весь Штутгарт надо ехать. Из Фельбаха к себе в Корнталь. Еду на машине, и... Ужас один. И на остановке женщина отчаянно так машет рукой. Я думаю, ну, мне не до этого. Ну, потом, ну, нет, ну, как? Ну, вдруг что-нибудь страшное случилось. Торможу назад, сдаю. Женщина, извините, не успела на автобус, а мне, я преподаватель, мне там студенты собрались, и мне нужно лекцию читать, и я опаздываю в Цуфнаузине. Завезете? Я говорю, завезу. И вот она села со мной рядом, ну, там минут 15 ехать. И думаю, ну, раз Бог так устроил, что она теперь сидит рядом, со мной никуда не денется, надо ей рассказать Евангелие. Ну, как я вот... Язык, знаете, когда немой такой, как я ей расскажу Евангелие? Я говорю, ладно, помолюсь. И молюсь. Молюсь, я говорю, Господи, ну, ты же не зря ее сюда послал, ну, по крайней мере, я за нее могу помолиться. Пошли ей когда-нибудь, кого-нибудь на дорогу, чтобы засвидетельствовать. Он даже молитвы до конца не дослушал. Он говорит, я тебя послал. Ну, и я, значит, разговариваю с этой женщиной, как могу, в общем, с немым этим языком разговариваю с этой женщиной. И вламываюсь в открытие, в открытие двери. Она готовая, как вот персик. Как готовая. Вот эти 15 минут разговора она принимает Евангелие, она благодарит, выходит и идет преподавать, а я еду домой счастливый. Что вот эти несколько минут с этим раздутой щекой, вот такое и все, который дает нам всегда торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Это Он, это не мы. Не мы для Него, а Он через нас. Евангелие. Евангелие заключается в том, что Бог все сделал для нас. Евангелие заключается в том, что Он преображает нас в Его образ. Он делает все в нас. Евангелие заключается в том, что Он все делает через нас. Все Он. Ну, ясно дело, возникает у людей вопрос, ну, почему же мы тогда вот такие, почему у нас бывают драчки, почему у нас бывают конфликты или еще что-нибудь такое, почему мы иногда согрешаем, почему такое бывает? Да. Апостол Павел на это дает ответ, и этим я хочу закончить. Чтобы мы не унывали, чтобы мы не унывали. Серьезно, серьезно. Я уже с моими тремя пунктами, все, Евангелие это что? Он все сделал для нас, он все делает в нас, и он все делает через нас. Да и аминь. Согласны вы, не? Аминь? А теперь для нашего утешения. Вот это сокровище мы имеем. Мы его имеем. Он его нам дал. Но сокровище сие, 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы такие есть, какие мы есть, чтобы никто не подумал, вот мы такие проповедники, вот мы такие евангелисты, вот мы такие святые, вот мы такие умные. Нет. Это Бог такой, это Христос такой, это Дух Святой такой, а мы причастники Его естества для Его славы. Аминь.